28 января в зале заседания администрации муниципального образования Кашхабский район прошло расширенное планерное совещание, на котором присутствовали заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации, главы сельских поселений, ведущие специалисты, руководители организации района и СМИ. На повестке дня было два вопроса. Первой темой совещания стало обеспечение достижения показателя уровень бедности, входящей в систему оценки эффективности деятельности руководителей регионов, а также региональных органов власти. Согласно данной статистике, уровень бедности по итогам 2018 года для ИДЕ составляет 13,3%, в численном выражении это 60 480 человек. Для Кашхабского района по итогам 2018 года уровень бедности составил 20,9%, количество малоимущих граждан составляет 6169 человек. На 1 января 2020 года для Республики уровень бедности составил 11,9%, количество малоимущих граждан составило 55 150 человек. Для района на 1 января 2020 года уровень бедности составил 13,8%, это 4081 человек, которые являются малоимущими. Малоимущими являются те лица, которые подтверждают статус в Центре социальной защиты населения. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума определяется на основе данных распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов и являются результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума. Размер среднедушевого дохода формируется соотношением всех доходов населения с общей численностью населения. Среднедушевой доход населения рассчитывается на уровень республики, в разрезе по районам он не рассчитывается. По республике он составляет в целом 27 511 рублей. Общий объем доходов населения составляет 150 миллионов рублей в целом по республике. К 2024 году необходимо снизить уровень бедности в районе почти вдвое. Для этого нужно в короткие сроки промониторить список неработающих в каждом сельском поселении. При поддержке службы занятости населения создать новые рабочие места, используя программу грантовой поддержки. Содокладчиками по первому вопросу выступили начальник управления сельского хозяйства района Заур Самогов и начальник отдела имущественных отношений района Каплан Мамухов. Управление сельского хозяйства для выявления самозам теплиц и получения доступной информации по уровню бедности в Кашкабельском районе. Текущую дату осуществляет сбор информации по сельским поселениям. По сельским поселениям мы уже доступили таблицы, которые мы сформировали, и до конца февраля им дали срок для обработки полностью данных по сельхозназначению. Это значит обработка земли сельхозназначения в районе, по землепользователям обрабатывающей земли, как и в образовании КФХ, так и без образования КФХ, по земле находящейся в аренде, то есть боевые земли. Планируется обрабатывать данную информацию в разрезе сельхозпроизводителя для выявления самозанятых лиц, полученные прибыли имеющихся в поемах, лиц, обрабатывающих земли, неизрегистированных в соответствующих органах. Для ставки в районе имеется всего сельхозугодий 42 299 гектаров, в том числе пашни обрабатываемых на сегодняшний день, это данные 2019 года в отчетах правильной сельской газеты, 35 885 гектаров на сегодняшний день обрабатывается пашня. В том числе из 35 885 гектаров 900 гектаров это аренда, то есть собственность администрации. Остальная вся площадь где-то около 26 тысяч гектаров это собственность и боевые земли. В районе работают около 800, последние данные по отчету управления сельского хозяйства, 827 землепользователей, в том числе около 300 КФХ, пресенско-фемийских хозяйств. То есть конкретно предлагают выявлять в первую очередь это те 500 землепользователей, которые работают без КФХ. Наша работа, эта работа отдела имущественных отношений заключается в чем направлении будет, наша работа выстроена будет совместно с главным сельским поселением, с местным поселением нашего района и сельхозуправлением, комитет отдела нашего имущества. Значит я предлагаю как начальник отдела выставить работу в следующем ракурсе. Первое это мы должны организовать работу совместно, плотно, то есть от поселения конкретных лиц выделить, это кто будет специалистом заниматься плотную. Значит формируем список лиц этих и совместно и с сельским управлением и с отделом имущества мы отрабатываем вопросы следующего характера. Значит нам надо выявить количество земельных участков в районе, это вплоть до пастбища. Пастбища, значит паевые земли, КФХ, собственники и фондовские земли. У нас вот Заву Мосович доложил, что примерно около 45 тысяч гектаров и мы должны их полностью раздробить на все вот эти, которые есть виды сельхозназначения. После этого мы свою работу направляем на определение конкретных этих собственников, кто эти люди, список, список этих пащиков. У нас если допустим, грубо говоря, 26 тысяч, можно предположить, что это 10 тысяч по 2,5 гектаров. И 10 тысяч у нас собственников, примеров ориентир имеем, и мы должны их выявить, сформировать эти списки, количество земель, которые они владеют и чем они занимаются. То есть они передают в аренду или же сами обрабатывают. Наша задача заключается в том, что мы должны эти сведения сформировать и совместно с главным мэром Руслановым эти списки отработать. Далее о результатах опроса граждан в сети интернет, присутствующих ознакомил начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, СМИ и работе с обращениями граждан района Аслан Карданов. В период с 18 по 26 января депутат года на странице официальной группы Качкабрского района в сети Инстаграм был проведен вопрос граждан в трейсерсетских поселениях по следующим вопросам деятельности местной администрации. Какие замечания, какие предложения, какие изменения вы бы хотели видеть? В ходе анализа поступивших обращений было выявлено, что основным вопросом, обновляющим население, является благоустройство, освещение населенного пункта, присутствие пешеходных дорожек, состояние дорог, санитарное состояние. Каждая публикация уже дневно просматривала, то есть видели проведение опроса до 3000 человек. Честно говоря, мы ожидали больше предложений и замечаний, чем поступила. Не могу не отметить, что поступали положительные отзывы в адресе главы сельских поселений. В целях исполнения обращений граждан и возможных предложений сегодня каждому поселению будут направлены замечания, и предложения, поступившие от жителей района для проработки вами пути решения вопросов, поставленных гражданами. Таким образом, ждем от главы сельских поселений в срок не позднее 7 февраля, планы и предложения по решению вопросов, поставленные гражданам в ходе опроса. Социальные сети являются удобной площадкой для выявления общественного мнения о населении и своевременного реагирования органов местного управления на обращение граждан, позволяющих выстроить обратную связь с населением. На прошлой неделе был проведен семинар совещания со специалистами сельских поселений, где был озвучен механизм нашей дальнейшей работы. Специалистам были розданы все необходимые материалы. В связи с чем прошло два сельских поселений, каждый крайний рабочий день недели предоставлять информацию о продемонтной работе поселений за прошедшую неделю и план работы на следующую рабочую неделю. Также с рекомендациями по обращению с финансами выступил начальник финансового отдела Аслан Дагужеев. После рассмотрения всех вопросов глава района Заур Хамирзов представил нового дознавателя отделения территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы по Геогинскому и Кашхабльскому районам капитана внутренней службы Рашида Меритукова. Все вопросы были взяты под контроль главы района и для их решения были установлены определенные сроки. Натусик Чмезова, Сергей Лабынцев, Новости Кашхабльского района. Субтитры создавал DimaTorzok